Приветствую вас! Давайте попробуем разобрать ваш вопрос и попробуем вместе с вами прийти сейчас к какому-то решению относительно вот того запроса, который вы делаете. Значит, я прочту ваш текст, дам какие-то комментарии и после прочтения текста скажу вам свои рекомендации. Значит, вы решили обратиться к нам, потому что ситуация принимает открытые обороты и вам необходима помощь страны. Забегая чуть вперед, хочу сказать, что помощь страны заключается в переносе ответственности и отсутствии приоритетов. Понимаете, Евдокия. Психологи не дают советов. Психологи не помогают человеку в принятии решения. Психологи помогают человеку лучше понять себя. Поэтому как психолог, профессиональный психолог, я не могу и не хочу давать вам каких-то советов, что вам делать. Но я постараюсь указать вам на проблему, которая, на мой взгляд, и является причиной того, что у вас возник сам факт вопроса, с которым вы обратились к нам. Мне 20 лет, пишите вы, и я 5 лет встречаюсь со своим молодым человеком. Ну, жалко, что вы не сказали, сколько молодому человеку вашему лет. Было бы очень здорово. Но сразу скажу, что в 15 до 20 лет происходит самая важная, ну одна из самых важных фаз развития человека. То есть 15 лет – это возрастковый возраст, когда проформируются основные ценности, установки и ориентиры человека. Когда человек учится быть самостоятельным, но, по сути дела, он еще ребенок. А 20 лет – это тот период, когда человек уже взрослый, хоть, может быть, и незрелый, и когда человек уже понимает вообще, кем он хочет быть в жизни, ну, хотя бы примерно. И нет ничего удивительного в том, что за 5 лет у вас возникли вот такие сомнения. В 15 до 20 лет – это, еще раз повторю, очень богатый на изменения и на трансформации личности в период, в котором меняется абсолютно все. И я понимаю, что когда-то вы были влюблены в этого человека, в молодого человека своего, когда-то он вас удивлял, он вам нравился, вы считали его самым лучшим, но, будучи человеком с активной жизненной позиции, как вы написали, тогда, возможно, вы нуждались в якоре, тогда, возможно, вы нуждались в какой-то опоре, ну, или по каким-то еще причинам он был для вас идеалом. Сейчас ситуация поменяла, и активная жизненная позиция, безумие, открытость, поиск приключений, позитив во всем, в чем только можно, это стало вашим лейтмотивом. А стабильность молодого человека, который раньше вас привлекал, его надежность, его, может быть, правильность, сейчас для вас стало проклятием. И это нормально. Это нормально, что ваши ценности поменялись. Вы пишите, значит, отношения хорошие, придираться практически не к чему. Здесь мне бы хотелось задать вам такой вот, может быть, немного нескромный вопрос, а зачем вообще придираться? У вас очень интересная постановка, на мой взгляд, вопроса, поговорите. Придираться практически не к чему, а вы придираетесь? Вы ищете изъяны? Зачем? Чтобы обознавать свой возможный уход, чтобы оправдать себя, оправдать, что вы, например, не ходили с ним больше, чем быть? Но, а зачем? А, Евдокия, зачем вам оправдание? Зачем вы ищете причины для того, чтобы от человека уйти? Либо у вас были причины раньше с ним быть, и тогда это нельзя назвать любовью, к сожалению. Либо у вас есть неуверенность в себе, и некий такой страх перед осуждением общественным мнением. То есть вы ставите на довольно серьезное место именно общественное мнение, которое требует от вас того, чтобы вы вышли за него замуж. Либо здесь еще потребностная сфера имеется. То есть вот вы понимаете, что вы получаете от молодого человека, и понимаете, что если вы от него уйдете, то не факт, что все это вы будете иметь. Но, опять же, потребностная сфера и понимание, а главное, признание того факта, что мужчина нужен вам в качестве средства, если это так, позволит вам для начала быть честным с собой. Понимаете, вы пока что себя просто-напросто обманываете. И вот то, что вы себя обманываете, это является самым скверным. Вы говорите, чтобы мы помогли вам сделать выбор, но думаете мне, что в душе выбор свой вы уже сделали. Просто вы теперь его не можете, боитесь, если боитесь, то чего боитесь, кстати говоря, признать. Понимаете, страх – это всегда неосознанное опасение негативных последствий и непонимание этих самых последствий. Неумение или нежелание адаптироваться к ним, к последствиям. Это нужно сделать в любом случае. В любом случае нужно уметь адаптироваться к любым ситуациям, в том числе и к тем, которых вы боитесь. И если адаптироваться вы будете, если вы не будете этого избегать, если вы не будете закрывать на это глаза и прятать голову в песок, то страх у вас уйдет. Сейчас вообще-то страх – это нормально. Вообще-то это естественно, это инстинкт человека, защищающий его. Но защита должна быть в нерву, а у вас, у вас, судя по всему, небольшой перебор. Далее. Молодой человек идеален почти во всем. Вы знаете, если у вас не идеализация его, а судя по всему, у вас не идеализация, ну, по крайней мере, по чеку, что я этого не увидел, то это страшный человек на самом деле. Вы знаете, страшный человек, если он идеальный. Это же не человек, это робот, это машина. И главное, что с ним быть человеком, то есть позволить себе слабости, позволить себе какие-то там порывы и так далее, нельзя, он осудит. Он осудит, он будет тянуть вас до своего уровня. Быть таким же рафинированным, как он. Вот, вот, на что вы идете, соглашает быть его женой. И как бы мне видится, что ваша жизненная атласиция, она немножечко другая. Единственное, что мне не нравится, это его идеальность и правильность во всем. Ему не хватает какой-то безуминки и открытости. Бывает, слишком зануден и очень сильно это меня расстраивает. Ну, почему расстраивает, во-первых, то есть почему вы на себя это принимаете, да? Ну, как бы, ну, зануден человек и зануден. Это его право. А он такой, как он есть. А вы такая, какая вы есть. И почему вас это расстраивает, почему вы отказываетесь его принимать? А самое главное, вы же принимали его таким, когда встречались, ну, когда начали встречаться. А теперь получается, что перестали? Теперь получается, вы перестали его принимать таким, как он есть. Ну, значит, перестали любить. Как вы говорите, что влюбленности у вас нет. Навернякает вопрос, если вы не чувствуете к нему любви или не чувствуете влюбленности, то ради чего вы с ним? Зачем вы с ним? Вот что он у тебя вам... Вот о чем вам нужно подумать. Далее. Несколько раз разговаривали об этом. Он пытается поменяться, но, увы, особых двигов нет в этом направлении. Евдокий, а почему вы считаете, что имеете право менять человека? Почему вы считаете, что молодой человек должен меняться для вас? Быть таким, каким вы хотите его видеть? Сейчас вот вы его принимали, 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 потом решили, что ему пора меняться, и начали его менять. Ну, это вам не кажется много эгоистическим? Не кажется, вам это немного неправильно? И главное, с какой целью вы это делаете? Причем, недавно и уже встает вопрос о схвате. Так получилось, что сама его и спровоцировала. Но опять, опять, опять вы избегаете ответственности. Сейчас говорите, что так получилось. Не так получилось. Вот замените слово, так получилось, словом, я сделала, потому что я хочу. Потому что я так и хотела. И такие вопросы в том, чего вы хотите вообще своего молодого человека? И почему вы требуете от него того, чего он вам дать, вот, судя по всему, не может? Значит, далее. Вот сейчас все идет полным ходом, скоро будет предложение, и вот тут у меня начинается паника. То есть, ощущение беспомощности, то есть, осуществление контроля над своей жизнью. То есть, по сути, вы пришли к кульминацией того, что у вас уже было. Проблема в том, что я не могу сделать выбор. С одной стороны, я согласно выйти на него, потому что нет причин сказать нет. И это правильный вариант. А вы выстроены, я не уверен, что именно этот человек сделает меня счастливой, потому что ощущения влюбленных со мной нет, и отношения давно подходят на совместную жизнь. И я боюсь, что мне будет скучно с ним, и так далее. Изякия. Вы говорите, что я согласна выйти за него замуж, потому что нет причин сказать нет. Это основная и главная ваша проблема. Люди не выходят замуж и не женятся, потому что нет причин сказать нет. Причины сказать нет всегда есть. Например, то, что вы не хотите и не уверены, что с этим человеком и желаете прожить всю свою жизнь и уделить с ним свои радости, заботы, горе, счастье и так далее. Понимаете? Выходят замуж и женятся, потому что хотят этим человеком прожить всю свою жизнь. Если вы не готовы этого делать, то нужно так об этом и сказать. Что я пока не готова, я не уверен в том, что я вижу тебя человеком всей своей жизни, мужчиной всей своей жизни. И это будет честно. Вопрос в том, что вы этого не говорите. И чего вы боитесь опять? Либо вы в чем-то не уверены в себе, либо вы чего-то боитесь извне. Когда-то можно долго расследовать на эту тему, можно тоже долго, но причины у этого только такие. Еще, правда, есть моральные принципы, но моральные принципы это не область психологии, поэтому ее касаться я не буду. Хотя и могу. Далее, значит, вы говорите о том, что это правильный выбор. И в такие нет правильного выбора, опять же. Мы выбираем не тех людей, которые правильные во всем, мы выбираем тех людей, с которыми нам хорошо. Вот вам было с молодым человеком хорошо, вы были с ним, вам теперь нехорошо, вы сомневаетесь, и это нормально. Такой вопрос, почему вы не доверяете своим ощущениям, почему вы подвергаете их сомнению, что заставляет вас подвергать сомнению свое ощущение. Опять же, либо это установки, либо это не уверены в себе, либо это страх. А вот вы говорите, что это правильный выбор. Правильный для кого? Для вас? Вы обещали, что это правильный выбор путем умозаключений? А понимаете ли вы, что люди выходят замуж и женятся не умом, а чувствами? В этом деле руководство ценует над чувствами, а не разумом. И вот здесь я подхожу к самому главному, потому что, в принципе, дальше вы уже написали довольно понятную вещь о том, что встретили человека полностью противоположным вашему настоящему молодому человеку и так далее. Смотрите, два момента. Во-первых, решите, пожалуйста, для себя. Если вы выбираете отношения по расчету, то есть выстраиваете отношения к уму, это одно, и это полезно. Вы должны в таком случае быть полезны своему партнеру. Если вы выбираете отношения не по расчету, а на чувства, то вы и руководствуетесь чувствами. Сейчас вы пытаетесь подстроить свои отношения разумом, и из-за этого у вас возникает противоречность, что разум говорит одно, чувства говорят другое. Так вот, вам нужно определить, что же вы ставите во главу такие угла, чему вы отдаёте приоритет чувствам или разуму, какие отношения, на каких основаниях вы хотите их выстраивать. Подумайте об этом, пожалуйста, Евдокия. И исходя из того, какие отношения вам ближе, и принимаете решения. Представьте себя с этим человеком через 5 лет, через 10 лет. Подумайте, как вы будете с ним видеть. И то ли это, что вы расходите для себя, и если нет, то этого достаточно для того, чтобы сказать нет, своему молодому человеку, сказать, что ты знаешь, я поняла, что с тобой хорошо встречаться, но я не могу с тобой жить, и это будет честно. Не мучайте себя, не мучайте своему молодому человеку, не обманывайте себя и не обманывайте его, не дотягивайте на предложение, это неправильно. Евдокия. Ну вот, в принципе, по факту, по факту, это то, что я хотел вам сказать. Именно вот если отвечать на ваш вопрос. У вас есть несколько проблем. Первая проблема – это ответственность. Вторая проблема – это неуверенность в себе. Четвертая проблема – это ваши ценности, ваши взгляды. И следующая проблема – это соотношение вашего личного и общественного, то есть то, что вы называете правильным, но правильное – это явно не для вас. И в результате, опять же, противоречие, которое обусловлено почти всегда определенными паттернами, такими, как, например, установками. То есть вот разные установки, противоречия друг другу, образуют паттерны. Соответственно, нужно понять, какие установки паттерны являются более истинными для вас. А для этого эти установки паттерны нужно найти, их нужно проговорить, их нужно проанализировать, тогда вы будете знать, чего вы хотите. И вообще после проработки вот всех ваших проблем, если они у вас есть, если есть какая-то из этих проблем, ну вот по тексту я увидел их все. А вы сами примете решение, однажды вы просто ясно увидите для себя, что же вам нужно, чего же вы хотите. Вот это, по сути, дел и является ответом на ваш вопрос. Понимаете, потому что если вы не уверены, то в чем вы не уверены? Если вы боитесь, то чего вы боитесь? Если вы прислушиваетесь к общественному мнению, например, то почему вы считаете, что в личных отношениях общественное мнение имеет, как бы, вес, имеет право голоса и так далее? Вполне возможно, что дело в ваших семейных отношениях со своими родителями, которые внушили вам определенные ценности, определенные взгляды. Но опять же, с этим всем нужно разбираться, с этим нужно работать. Так что вам нужно выбирать эксперта и записываться на личные консультации, так вам можно будет помочь обрести себя, перестать мучиться, и тогда вы сможете сделать свой выбор. Но пока основной ответ заключается именно в этом. Подумайте, какие отношения вы вообще для себя хотите по расчету или отношения, основанные на чувствах. Тогда вам будет все более или менее понятно. На этом, я думаю, я заканчиваю свой ответ. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!